У нас все-таки основной это редакционный контент, пользовательский, это какие-то яркие вкрапления, какие-то важные штуки и какие-то темы, которые редакции не по силам или не по деньгам освещать интересно и качественно. То есть про украинский хоккей, например, писать сложно, практически нечего. Это тема, которая, к сожалению, не очень хорошо читалась бы. Про фигурное катание, про борьбу новостей, естественно, у нас есть какие-то вещи, которые фиксируют события. Но к какой-то аналитике об этом, к какому-то обзору это очень сложно добавить, понимая, насколько это будет читаться. И вот такие сферы узкие, их должны развивать блогеры, их должны развивать энтузиасты, которые подтягивают к себе таких же людей, которым интересно об этом писать. Разовьется сфера до каких-то масштабов, в ней будет возможность заказывать тексты, писать репортажи и отправлять людей на события, потому что они уже читают. По большому счету, кроме футбола, я бы хотел, чтобы было, чтобы выше был и баскетбол, и хоккей. И так, по большому счету, футбол где-то там сильно ниже бокс, и еще ниже баскетбол, и все остальное где-то там. И хоккей у нас, вот что происходит там, особенно с Донецком и КХЛ. Варейбол, гандбол, это все какие-то виды, которые футзал, маргинализирующийся, к сожалению, так.